МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...питание, разница, пребывание в послеродовом отделении – очень большая разница, колоссальная просто. 255 новорожденных в новом республиканском перинатальном центре рассказали о первых итогах работы. Мы очень благодарны всей команде, скажем так, за помощь. Еще одна жительница Карелии, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, получила подарок в рамках акции «Елка желаний». В Карелии бушует Дональд. По прогнозам, североатлантический циклон пробудет в республике до воскресенья. Больше всего досталось южной и юго-западной части Карелии. Обильные снегопады и шквалистый ветер до 20 метров в секунду оставили без света часть поселков и деревень в трех районах республики – в Ахдымпохском, Питкеранском и Суаярском. Энергетики работают в особом режиме с 10 января. С последствиями непогоды борются полторы сотни специалистов МРСК «Северо-Запад». Работают 40 бригад и 72 единицы техники не только из Карелии, но также из Новгородской и Псковской областей. 255 новорожденных, из них 11 двоен. В новом республиканском перинатальном центре рассказали об итогах первого месяца работы. 10 декабря здесь родился первый малыш. За месяц работы в медучреждение поступили 362 пациента, почти половина – из районов республики. Мы встретились со счастливыми родителями и специалистами центра, чтобы узнать о работе учреждения в новых условиях. Милане всего три дня. Она родилась 7 января на Рождество. Мама и папа Юрий и Надежда Порошуковы очень рады, что дочь появилась на свет в новом перинатальном центре. Сам перинатальный центр, люди, соответственно, которые здесь персонально работают, врачи, акушерки, в общем, все-все. Очень теплая атмосфера, добрая, и очень радостно было здесь находиться все это время. У Екатерины Хачатурян здесь родился второй ребенок. Первый появился на свет в прежнем перинатальном центре на Толстого. Поэтому молодой маме есть с чем сравнивать. Можно сказать, что небо и земля. Просто космос. А в чем разница? Разница, конечно, в оснащении, в питании разница, в пребывании после родового отделения очень большая разница, колоссальная просто. Глава Корелии Артур Парфенчиков убедился в том, что все подразделения учреждения работают полноценно. Без сбоев функционирует лечебное и диагностическое оборудование. Медицинская помощь женщинам и новорожденным оказывается на высоком современном уровне. У нас дежурит два реаниматолога, один неанатолог, три врача. Мы всегда, когда говорим о преимуществе этого центра, мы должны понимать, что какие бы мы технические условия не создавали в районных больницах, у нас никогда не будет такого, что на праздники, ночью у нас круглосуточно возле ребенка будут те специалисты, которые могут сделать максимум, исходя из своей квалификации. Центр будет расширяться, появятся новые отделения и специалисты. Необходимо развивать службу вспомогательных и репродуктивных технологий ЭКО, рассказывает главный врач центра Евгений Тучин. Сейчас работа перинатального центра уже усовершенствована. С сегодняшнего числа стал принимать эндокринолог. С середины декабря у нас принимает кардиоплог в поликлинике. Это вот из таких специалистов, которых никогда раньше не было в перинатальном центре. У нас работает офтальмолог, детский офтальмолог. На встрече сотрудники перинатального центра спрашивали главу Карелии, о том, когда снимут блоки, препятствующие проезду автомобилей на перекрестке улицы Сыктывкарской и Лесного проспекта. Дорогу к перинатальному центру власти пообещали открыть к 20 января. В конце встречи глава Карелии поздравил специалистов республиканского медучреждения с первым месяцем работы и пожелал стремиться быть лучшими. А также пообещал подумать о создании у входа в перинатальный центр скульптурной композиции в виде капусты. Евгения Лёгкая, Сергей Беляев, Сампо ТВ, 360. 12 января работники прокуратуры России отмечают свой профессиональный праздник. Свою историю прокуратура ведет с указа императора Петра Великого об учреждении поста генерал-прокурора. В настоящее время прокуратура не только обеспечивает правовую стабильность государства, но и является институтом обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Накануне праздника работников прокуратуры Карелии поздравил глава региона Артур Парфинчиков. Подробности в сюжете Светлана Воробьевой. Работники прионежской прокуратуры буквально накануне своего профессионального праздника переехали в отремонтированные помещения. Светлые, просторные и самое главное теплые кабинеты показали сегодня главе республики. До этого четыре года прокуратура их арендовала. В прошлом году статус помещений поменяли и в рамках столетия. Республики Карелия отремонтировали. Как отметил прокурор республики Карен Габриэлян, таким образом созданы более комфортные условия для приема жителей прионежья. Все, что они делают, делают для людей, ради людей, для решения вопросов, которые у наших граждан возникают. В 2018 году органы прокуратуры республики выявили более 18 тысяч нарушений законодательства, из них более половины в сфере соблюдения прав и свобод граждан. Об этом прокурор республики сообщил коллегам, поздравляя их с профессиональным праздником. На личном приеме у всех прокурорских работников в течение года побывало свыше 2700 человек. Что в связи с от открытия прокуратуры, этот принцип будет поставлен и в 2019 году во благо нашей деятельности. Приветствуя работников прокуратуры, Артур Парфенчиков подчеркнул важность профилактической работы надзорных органов. Прокуратура не только устраняет нарушение закона, но и очень часто своей работой, своей помощью правовой, своей вот этой опекой, о которой я говорил в начале, оно предотвращает нарушение. И, наверное, может быть, это самое важное. Артур Парфенчиков вручил благодарственные письма ветеранам прокуратуры Акарен Габриэлян профессиональные награды лучшим сотрудникам. В преддверии Дня печати в Карельском отделении Росгвардии традиционно наградили журналистов. За освещение работы организации представителям СМИ вручили благодарственные письма. Поощрило ведомство и наш телеканал. Почти год назад мы рассказывали о том, как во Всемирный день книгодарения сотрудники Росгвардии вручали муниципальным библиотекам не только издания любимых литературных произведений, но даже написанных собственноручно. В одном из подаренных сборников были стихи военнослужащего республиканского отдела Росгвардии. За сюжет об этом событии награду получил наш корреспондент Эдуард Тур. Телерепортаж Натальи Кузьминой о 25-летии карельского ОМОНа отметили именным дипломом. Поблагодарили за работу и нашего коллегу из информационного агентства Республика Илью Прохорова. Авиакомпания С-7 ушла из Карелии. Эту информацию нам подтвердили в Петрозаводском аэропорту. Последний рейс сибирских авиалиний по маршруту Петрозаводск-Москва состоится 12 января. Министерство транспорта Карелии не комментирует уход авиакомпании, ссылаясь на то, что это личное решение частной компании. Осуществлять авиарейсы из карельской столицы в Москву теперь будет только лоукостер Победа. Школы и детские сады Петрозаводска примутся за снежные и ледовые скульптуры, а в Карелии появятся волонтеры социального туризма. Подробнее об этом и не только расскажем коротко. Власти Карелии перевели мэрии Петрозаводска деньги на премию учителям. Решение о выделении дополнительных средств в городу приняли 31 декабря. В ближайшее время они дойдут до педагогов. Выплата регионального материнского капитала для семей с тремя и более детьми продлена еще на три года. Ранее действие программы было рассчитано до декабря 2018 года. С 8 по 13 января театр «Кукол Карелии» играет спектакль «Самол Лапалайнин» на главном московском зимнем фестивале «Путешествие в Рождество». В нем участвуют театры «Кукол» – лауреаты высшей национальной премии из 10 российских городов. В Петрозаводске временно ограничен проезд к спортивному комплексу «Луми» из-за выполнения земляных работ. На участке Неглинской набережной восстанавливают коммуникации. В Карелии будут готовить волонтеров социального туризма. Добровольцы будут сопровождать группы путешественников серебряного возраста в рамках проекта «Доступный туризм для старшего поколения. Маршрут». В Петрозаводске стартует конкурс снежных и ледовых скульптур. Команды школ и детсадов могут создать на территории своего учреждения скульптуру и выложить фото в альбом группы конкурса в социальной сети ВКонтакте. 15 января во вторник с 9 до 18 часов в аппарате прокуратуры республики и во всех городских и районных прокуратурах пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Железнодорожника из Карелии подозревают в получении взятки в крупном размере. В отношении начальника Сартовальской дистанции Октябрьской железной дороги возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте. Момент получения денег попал на видео. По версии ведомства, в июле 2017 года мужчина получил взятку в 150 тысяч рублей за то, что не сообщил вышестоящему руководству и правоохранительным органам о незаконной рубке леса на подконтрольном ему участке. Сейчас обвиняемый задержан. Следствие подготовило ходатайство в суд о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. С января 2019 года Россия переходит на цифровое вещание. Сегодня жители Карелии могут смотреть любой из 20 бесплатных телеканалов. Необходимо лишь правильно настроить оборудование. Для этого российская телевизионная и радиовещательная сеть выпустила приложение Телегид. В нем есть карта телебашен, подсказки о том, как настроить эфирные телеканалы и в какую сторону лучше повернуть антенну. Там же владельцы телефонов найдут программу передач на неделю для телеканалов первого и второго мультиплексов, описания передач и фильмов, анонсы и даже рейтинги кинопоиска и IMDb. В ближайшее время обещают расширить функционал приложения и добавить видеоинструкцию по подключению цифры. Еще одно желание жительницы Карелии, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, исполнилось благодаря акции «Елка желаний». 19-летняя петрозаводчанка Елизавета Высоцкая получила необходимый ей подъемник, который существенно облегчит жизнь девушки с инвалидностью. Подробности расскажет Денис Тюрин. Путь в ванную комнату для 19-летней Елизаветы Высоцкой был настоящей мукой. Теперь это в прошлом. Подаренный универсальный подъемник поможет девушке беспрепятственно попадать из инвалидной коляски в ванную. Новый аппарат в квартире Высоцких пригодится не только Елизавете, но и ее 12-летней племяннице Марии. У девочки также серьезное заболевание, которое не позволяет ей обслуживать себя самостоятельно. Мама Елизаветы Ольга признается – это настоящее новогоднее чудо. «Нашей семье очень поможет. Физически девочки уже большие, 12 и 19 лет. И мы очень благодарны всей команде, скажем так, за помощь». Универсальный подъемник просто в использовании и работает на обычном аккумуляторе. Мама девочки говорит, что проблемой остается нехватка такого оборудования в подъезде. На первые шесть ступенек Ольге приходится поднимать ребенка собственными силами. «Я такой подход нашла. Все, идем вот так. Вот, идем, 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 идем с моими ногами. И получается вот так. Но это с весом». В наступившем году Ольга Высоцкая попробует реализовать проект такого подъемника. Задумки по его конструкции и реализации уже есть. Семья верит, что все получится. Акция «Елка желаний» призвана исполнить мечты пятерых юных жителей республики, попавших в сложную ситуацию. Четыре желания на сегодня уже сбылись. «Осталось исполнить последнее желание. У нас 12 числа выезжает девушка с инвалидностью. Такая маломобильная девушка на кресле в Москву. Она очень хотела посетить Красную площадь. Она хотела увидеть Останькина, хотела увидеть мост-фильм. И как раз вот это желание ее исполняется». Акция «Елка желаний» продлится в стране до наступления Старого Нового года 13 января. Денис Тюрин, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360. Сегодня в Мурманске стартовал снегоходный пробег «Северная тропа-2019». Его маршрут проходит через 8 регионов страны, в том числе через Карелию. Трое путешественников поедут через Кембио, Морск, Архангельск, Нарьян, Март, Диксон, мыс Челюскин, Тикси, Чекурдах, Уэлен и Анадырь. Финальной точкой пробега станет Петропавловск-Камчатский. Всего за три месяца путешественники планируют преодолеть 17 тысяч километров. В группе три жителя Магнитогорска. Это журналист, предприниматель и инженер-конструктор. Все они имеют богатый опыт северных путешествий. Несколько лет назад тем же составом они прошли маршрут от Мурманска до Чукотки. Это все новости на сегодня. С вами был Эдуард Тур. До встречи. Продолжение следует...